Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Здравствуйте, мои дорогие зрители! Здравствуйте, наши дорогие раки! Скоро будет наступать 2024 год, поэтому сейчас я решила снять прогноз для наших раков на 2024 год. Прогноз называется «12 домов». Очень интересный прогноз, который рассказывает о 12 сферах жизни человека. Еще планирую снять прогноз на 2024 год по месяцам. И уже есть прогноз для раков на моем канале, плейлист «Прогноз на декабрь». Так что смотрите, пожалуйста, кому интересно. Спасибо вам за ваши лайки, комментарии и за подписку, конечно же. Благодарю! Итак, раки, настраиваемся на позитив и будут замечательные карты, да? Так, все ровно. А то бывает переверну колоду, не замечу. Итак, общий торопрогноз. По личным раскладам обращайтесь, есть ссылочка на телеграм-канал под каждым видео или в описании моего канала. Итак, раки. Первый дом, первый аркан, 2024 год. 2024 год. Общий прогноз. Это вы. Как вы выглядите, как вас видят люди. Ирафант. Так, следующий. Следующий у нас второй дом. Дом доходов. Доходов, это я сейчас вкратце говорю. Денег, которые вы сможете сами своим трудом заработать. И тут у вас пашмичей. Так, раки, дальше. Третий дом, дом, ой, дом, аркан императора, дом общения, дом общения, путешествий. Ой, полетела, секунду, и не одни. Сейчас достану, секундочку. Бывает такое. Звезда сверху. Будем надеяться, что все ваши мечты исполнятся, и все плохое уйдет. И разочарование. Так. Перерывчик небольшой. Колода полетела. Но бывает такое. Как-то вот не знаю, как это происходит. Но как-то это происходит. Следующий дом, четвертый дом. Дом реальности, то, что вас будет окружать. Луна. Тут немножечко поговорим. Да, луна. Так. Потом все выложу арканы, будем каждый обсуждать отдельно. Пятый дом. Раки. Пятерочка. Пентаклий. Шестой дом. Раки. Раки. Настраиваемся на позитив. Так. Что у нас тут вылетело? Прям выскочило. Семерочка. Семерочка Пентаклий. Это у нас шестой дом. Да, шестой. Ой, что-то не вижу их тут. Да, шестой дом. И у нас семерка Пентаклий. Дом наемной работы. Следующий дом. Седьмой дом. Мах. Дом взаимодействия с людьми. Тут все хорошо. Восьмой дом. Раки. Дом ускорения, реальности. О, тут у вас дьявол. Никому еще не выпадал вообще. Расклад от дьявола. Так. Ну, еще я не так много сделала. Но, тем не менее. Так. Девятый дом. Дом обучения и так далее. Десятка мечей. Не пугаемся. Это не значит, что это плохой аркан. Он выглядит так. На самом деле все совсем по-другому. Так. Три. Да, девятый. Десятый дом. Десятый аркан для наших раков. Для наших раков. Боже мой, я всегда сосредотачиваюсь, чтобы не перепутать. Умеренность. Десятый дом. Умеренность. Старший аркан. Одиннадцатый дом. Раки. Паш Жезлов. Одиннадцатый дом. Дом взаимодействия с людьми, которых вы мало знаете. И двенадцатый дом. Императрица. Замечательный аркан. И сейчас достану общую такую вот карту на год. Раки. Королева Жезлов. Отличный аркан. Энергичный. И такой, знаете, говорит о движении вперед, когда нужно двигаться. Нужно. Вы сможете. Начинаем. Постараюсь побыстрее, потому что у меня у самой устаёт горло. Извините. Выпью лоток кофе. Первый у нас серафант. Это то, как вы выглядите, как вас видит мир, как вас видят люди, как они вас воспринимают. Такое первое впечатление о вас. Знаете, как вот, когда увидел человека, как ты о нём думаешь. Это асцендент. Умно есть такое слово. Как вас видит ваша личность, ваш характер, ваша аура, харизма. Этот под покровительством дом Овена. Ну, какой характер? Здесь я вижу характер, такой, знаете, справедливый. Если нужно кому-то помочь, помогаете. Нужно дать совет, даёте. Может быть, вы учитель, или вы даже работаете учителем. И вот так вот вас видят люди. Они видят в вас человека, который может поддержать, посоветовать, помочь. Вот как вас видят люди. То есть, человека, который ещё действует традиционными способами при решении любых задач. То есть, вы придерживаетесь традиций. Может быть, работает кто-то или связан с религией. Может быть, вы будете, кстати, ещё принимать участие в каких-то религиозных обрядах. Вот. Мир вас видит так. Впечатление о вас, как личность, такая стабильная, уравновешенная, которая может помочь. Учитель. Вот даже как учителя. Человека, который может подсказать, посоветовать. Как себя подать. Вот в следующем году, если вы не являетесь таким, как вот всё, что я описала, если всё-таки что-то у вас не так, то нужно придерживаться традиционных способов решения, как я уже говорила, задач. Не нужно выдумывать велосипед. Консерватизм, традиционность, спокойно, уравновешенно, ни на кого не надо кричать, ругаться. То есть, пытаться, может, кому-то помочь, если нужно дать совет. Вот как вам нужно себя подать в следующем году. Это вообще, ну, хороший такой сдержанный аркан. То есть, аркан учителя, аркан наставника. Поэтому тут всё очень хорошо. Второй дом. Дом денег, заработанных вами. Доходов. Имущество, потери, какие-то платы. Здесь у вас, как к вам приходят деньги? Деньги к вам будут приходить, ну, хотела сказать, по воздуху. Вы поняли меня, да? То есть, может быть, у вас работа связана в интернете, по воздуху, по телефону. И, допустим, у вас все деньги идут на карту. То есть, в таком духе. По воздуху. Вы, чтобы заработать денег, вам нужно будет пользоваться чем? Во-первых, проявлять такую, знаете, коммуникабельность. Общение. Искать информацию для того, чтобы что-то сделать, подтверждающую это. Чтобы потом в свою пользу это использовать. Информацию по воздуху, по интернету, по телефону. Опять же, как искать. Так, потери. Ну, если тут потерь, как таковых, не вижу я потерь. Не должно быть по этому аркану. Наоборот, если даже что-то такое и может быть, то вы сможете красноречиво вот отстоять свое. Отстоять свое, чтобы у вас не было потерь. Характер такой, знаете, вот у вас должен быть вот в этом году, чтобы добиться успеха. Как я уже говорила, коммуникабельность такая вот приспосабливаться, искать информацию. В общем, вовремя реагировать. И вот тогда у вас получится заработать деньги своим трудом. Имущество, может быть, даже кто-то вот приобретет какое-то вот дорогое. То есть доходы будут. Но для этого вам они будут приходить по воздуху, как я уже сказала, по интернету. Но нужно будет к этому, конечно же, приложить усилия. Третий дом, дом общения. Здесь император. Это дом общения, близких путешествий, родственников, братьев, сестер. Учебы тоже может быть. Ну, здесь вы будете переходить от мыслей к действию. Брать все бразды правления в свои руки и даже решать, например, как и где и с кем вам общаться. И ехать ли вам путешествовать или не ехать. Вы будете решать сами, принимать решения. Это карта, конечно же, контроля, власти. То есть всё будет в ваших руках, и вы сможете это контролировать. Вы будете сами решать. Карта справедливости. Может быть, кому помочь, кому не помочь. Может, ещё рядом с вами будет король. Это он может быть знак огня, кстати. Который вот умеет принимать решения. Очень такой справедливый король. И который вам поможет. Может даже и куда-то поехать. Или с которым вы будете близко общаться. Это может быть и отец, и брат, и муж, и начальник. Или родственник, опять же, я говорила. То есть тут всё замечательно тоже. Переходим. Вот четвёртый аркан у нас. Четвёртый дом. И тут, к сожалению, луна. Ну, луна такая. Мы сейчас достанем ещё на неё ещё карту дополнительную. Я на такие карты всегда достаю. Это карта реальности. Той, в которой вы будете находиться. И которая есть вокруг вас. Даже если куда-то переехали. Но это реальность с вами. Эта карта означает ещё мать может означать. Семью. И пространство, и окружение вокруг вас. Так вот. Луна может говорить о каких-то, знаете, иллюзиях. О депрессии. О меланхолии. Может быть, у кого-то будет плохое настроение. Вот в этом году, знаете, такое вот. Ничего не хочу, ничего не буду. Или где-то вот отсторонились вообще от реальности. Также, может быть, опять же, это касается обман, может быть, вокруг вас где-то какой-то. Что-то, кто-то может вас обмануть. Ещё может быть такое, что если вы к чему-то стремитесь, а вас пытаются остановить. Не надо, не делай, не получится. То есть, как бы, тянут вас назад. Назад. Ну, и не забываем об иллюзиях, и обмане, и о депрессии в тяжёлой форме, и меланхолии в лёгкой. Вот такая вот реальность возможна. Как вот это касается, может касаться матерей. Может быть, у кого-то матери, знаете, находится в мире иллюзий. Вот как-то думает, всё воспринимает по-другому. Достану ещё один аркан на эту карту. Да, здесь тоже тайна. Видите? Обман и какая-то тайна. Всё-таки Верховная Жрица, во-первых, говорит о том, что нужно пользоваться своей интуицией. Обязательно доверяйте ей, раки. Присматривайте. Что-то от вас может утаиваться. И это может быть вот близко, в семье, в доме, родственнике. Что-то недоговаривается, недопоказывается. Пользуйтесь своими скрытыми талантами. Может быть, кто-то в семье, кстати, ещё пойдёт учиться. Но вот на Луну, опять, на старший аркан, выпал старший аркан Жрица. То есть, будьте осторожны, присматривайтесь внимательно ко всему тайному и непонятному. Это что касается вашей реальности. И не надо, чтобы у вас была реальность, какая-то меланхолия. Давайте от этого уходить, если у кого-то это именно так. Пятый аркан и пятый дом. Дом творения. Того, что вы захотите творить. Что вы сможете сотворить. Дом удовольствия, творчества, беременности и развлечений. Ну, здесь немножечко, конечно же, печалька. Не буду, как говорится, буду говорить то, что вижу. Ну, что карта говорит. Я же не могу придумать другого, правильно? Смотрите, мы сейчас тоже достанем ещё аркан на эту карту. Это пятёрочка Пентаклей. О чём она говорит? Ну, например, если вы захотите что-то творить, что-то делать, чем-то новым заниматься, вам может просто-напросто не хватать для этого средств. Это что касается творения. То же самое может касаться развлечений. Не хватает денег. Или наоборот, потратили на это, а потом у вас кризис денежный, понимаете? Или купили что-то, то, что не нужно было. Что у вас ещё там? Насчёт беременности. Это касается именно беременности. Это женщин. Этот пятый дом говорит о беременности женщин. Так вот, здесь вот могут быть тоже какие-то печальки, если кто-то хочет забеременеть или что-то с этим связанное. К сожалению, да. Вот говорю, как вот если касается пятого дома, что это может быть? Здесь нужно быть, конечно же, внимательным. Не тратить лишние деньги, лишние средства. Ни на что не нужно. То, что можно обойтись. Потом, быть внимательным к каким-то санкциям, штрафам, я не знаю, вот чему-то такому, чтобы не получилось потом, что не хватает вам денег на вашу мечту, на ваше творчество или ещё на что-то, понимаете? То есть тут нужно будет хорошо рассчитывать и быть внимательным к финансам. Тем более у вас в доме, в семье луна и жрица, что-то тайное. То есть тут надо быть внимательным. Может быть, это касается денег, например. Пятёрочка Пентакли. На неё это девяточка мечей. Вы будете по этому вопросу, по одному из них, который я здесь перечислила. Ну, может быть, у кого-то, к сожалению, несколько может проиграться. Но, надеюсь, ни у кого ничего такого не проиграется. Вы будете очень переживать, думать про это, нервничать, что-то надумывать. Вы можете себя довести до бессонницы, до ночных кошмаров, до страхов. Здесь не нужно этого делать. Как я уже сказала, нужно всё взвесить, рассчитать. Отложить истерику. Ни в коем случае не вводите себя в истерику. Отложите истерику, решайте проблемы. Не нужно. Открывайте глаза. Не нужно истерить. Вот так вот. Совет. Это как? По поводу развлечений, творчества, удовольствия и беременности. Это у нас и творений. Ну, я сказала, творчество. Пятый дом был. Шестой дом. А, у меня же уже есть аркана. Я взяла колоду доставать. Ну, значит, достанем ещё на шестой дом карту. Здесь семёрочка. Семёрочка Пентакли. Карта такого, знаете, плата, остановки. Но этот дом наёмной работы, место, где вы работаете, какие-то мелкие недомогания в этом доме могут быть, рутина ежедневная, то, что вас окружает. И даже, я не знаю, даже ремонт в доме. Так вот, здесь может что-то, вот знаете, как притормозиться, не получиться, будет остановка. Имейте терпение, всё получится, всё вы, как говорится, сделали правильно, подготовили. Но тут нужно будет потерпеть. То есть, это касательно наёмной работы. Может быть, вы где-то работаете, и вам не платят столько денег или задерживают зарплату, сколько вы бы хотели. Потерпите, всё будет. Точно так же, вот если вы ремонт в доме затеяли, что-то остановилось, на что-то нет денег или не получается, потерпите, получится. Мелкие недомогания пройдут. То есть, тут тоже всё будет хорошо. И вот такие будут ежедневные дела. Может, даже что-то не получаться, каких-то госучреждениях, какие-то могут заминки, остановки. Что-то не получаться с документами. Такое тоже возможно. Но этот аркан говорит о том, что имейте терпение, раки, всё получится. Я обещала достать ещё одну карту на эту карту. Вот видите, всё получится. Вам нужно быть просто терпение и настойчивость, упорство помогут вам защитить какие-то свои идеи, границы, что-то своё. У вас получится настойчивость и терпение, и трудолюбие, и вот такое, знаете, желание, желание. Вот что должно быть. Всё получится. Всё получится. Так, следующий аркан у нас седьмой. Замечательный аркан Мах, старший аркан, и это седьмой дом. Седьмой дом – это дом взаимодействия с людьми. Это прям вот аркан здесь сюда подходит, как вот вообще суперски подходит. Дом взаимодействия с людьми. Как выстраивать с ними отношения, с любым человеком, договора, отношения. Брак, кстати, тоже. Здесь Мах, старший аркан, который вообще о чём говорит? Вижу цель, верю в себя. Я всё смогу, я всё сумею. У меня есть как, у меня есть с кем, у меня есть чем, у меня есть идея, у меня есть мысли, я знаю как. Я верю в себя. Этот Ма говорит о том, что если вы что-то задумали при взаимодействии с людьми в отношениях с ними, например, если вы решили, задумали жениться или выйти замуж, то самое время действовать. Если вы решили вот что-то в отношениях с людьми, самое время. Это ещё аркан манипулятора. То есть вы ещё сможете манипулировать людьми, вести их за собой. У вас получится, вы всё сможете. И насчёт брака, да, возможен брак, да, может быть кто-то, да, решит всё, наконец-то, всё, нам пора пожениться или пора выходить замуж. Может ещё рядом с вами быть такой мужчина, знака огня. Это может быть и возле женщины, возле мужчин, который вот такой вот. Он даже может быть манипулятором, человек, который умеет завести толпу, завести людей, вести их за собой, который идейный. Вот то, что я перечисляла, и знает, как вести за собой людей и что делать. Вот вам бы тоже, вот если вы не такой, то лучше стать вот таким. Вот вперёд из песни, в общем-то. Так, следующий аркан у нас дьявол. Восьмой дом. Дьявол тут появляется. Это дом ускорения реальности. Как бы так, что-то вот в таком. Дом, конечно же, может быть и смертей тут, и потерь, наследство, и чужие деньги. Лёгкие деньги. А также сексуальная энергия. Смотрите, этот аркан тоже тут вот очень даже проигрывается. Ну, во-первых, насчёт сексуальной энергии. Возможны какие-то соблазны. Конечно же, страсть, соблазны. Но будьте, конечно, внимательны. По дьяволу это может быть недолго и может быть обманчиво. Могут даже возобновляться какие-то, знаете, паубные привычки. Страхи, комплексы вылазить наружу. Какие-то такие ситуации. По дьяволу. Это вот касательно секса. Деньги лёгкие или чужие. Здесь вам могут предлагать какие-то лёгкие деньги. Лёгкий заработок. Будьте внимательны. Будьте внимательны. Не всё так красиво, как дьявол может вам рассказывать. Поэтому будьте внимательны к любому роду предложениям о заработке, о лёгком, о чужих деньгах. И лучше сами не соблазняйтесь на чужие деньги. Ну, это на какие-то такие вот действия. Вы меня поняли. Я надеюсь. Потери. Потери, да, вот могут быть. Тут, видите, рядом потери, чужие деньги. Вот могут быть. Поэтому будьте внимательны. Что вам сделать, чтобы процессы вашей жизни вот как бы ускорились? Нужно верить в себя. Не нужно бояться своих комплексов, страхов. И нужно быть, конечно, внимательным. По этому аркану вот здесь вот нужно быть внимательным. Потому что дьявол есть дьявол. По поводу смертей тут тоже в этом доме. Ну, я тут такого не вижу. Следующий аркан у нас девятый. И здесь обучение, дальние путешествия, занятия наукой. Ситуации, при которых могут поменяться ваши мировоззрения сюда тоже. Знакомство с иностранцами, поездка, уникальные знания. Вот что-то такое. Иностранная культура, занятия наукой. Вот здесь, конечно, десяточка, десяточка. Даже, вот знаете, вот интересно попалось к этому дому, как вот интерпретировать. Десятка означает конец. Конец, который вот так и должно было случиться. Конец чего-то сложного, тяжелого, которое вам вот просто вас мучило. Возможно, кто-то из вас закончит какое-то обучение в этом году. То, что вот просто вас изматывало и вот тянуло из вас все соки. Да, получили уникальные знания, но вот тяжело это все шло. Это идет конец. Может быть, кто-то уедет из-за границы обратно домой, где был тоже где-то, вот когда знакомился совсем с другой культурой, например. Тоже такое может быть. Кто-то, может быть, вернется из дальнего путешествия домой, в котором, в принципе, было ему сложно и тяжело. И человек примет решение вернуться домой. И опять же, занятие наукой. Занятие наукой может закончиться, потому что очень сложно и тяжело. Или, как я говорю, уже придет это к концу. Или ваши долгие сборы на путешествия, на поездку куда-то, увенчаются тем, что вы уже скажете, «Нет, я никуда не еду». Еще так я могу объяснить этот аркан здесь. Десятый дом, десятый аркан. Умеренность. Давайте я все-таки еще достану на десяточку один аркан. Вот тут, видите, все-таки это какой-то вот обман, хитрость, такие какие-то действия, да. Вот что-то такое вот закончится. Где-то вам что-то не нравилось или не получилось из-за какой-то хитрости и обмана. То есть тут все-таки, да, тяжелое. Вот видите, что-то тяжелое, сложное. И оно действительно из-за чего? Из-за обмана, из-за хитрости, из-за воровства, кстати, тоже. Ну, воровство бывает разное. Можно там, не знаю, любимую украсть, да, образно. Можно деньги украсть. И следующий у нас умеренность. Десятый дом, дом закона, сферы деятельности вашей, дом каких-то ограничений, судьба, отец. Может означать и статус, какие-то правила, социальные роли, в общем-то. Сфера деятельности. Смотрите, здесь тоже такое ограничение я не вижу. По умеренности все хорошо. Главное, сохраняйте баланс и не злоупотребляйте никакими ресурсами, ни физическими, ни материальными. То есть, не ленитесь, работайте, но не перерабатывайтесь. Деньги тратьте, но не так, чтобы был кризис, вы помните, да? То есть, рассчитывайте все правильно. Не забывайте о поддыхе. Тоже. Здесь может, вот если отца, то тут все нормально, то есть потихонечку, потихонечку все так и идет, все нормально. Ваш статус должен быть вот спокойный и особенно не меняться. Все спокойно. Здесь с законом все спокойно, со сферой деятельности все уравновешено спокойно, с отцом спокойно, с судьбой спокойно. Вот, ну вот совсем здесь все хорошо. Так что тут все хорошо в 10-м доме. Одиннадцатый дом, одиннадцатый аркан. Интересный аркан, интересный дом. Аркан паж жезла все видят, да? У мужчины этот дом может говорить о рождении ребенка. Так вот, паж означает детей. Да, возможно, рождение ребенка, ребенок может быть знака огня. Так, дальше. Вообще, это дом взаимодействия с людьми, которых вы не видите. Вот, как я вас не вижу и не знаю, но я с вами общаюсь, например. Этот дом говорит о том, как набрать подписчиков, может быть, клиентов, не только в интернете, коллеги, политика. Так вот, здесь, вот, как вообще общаться с незнакомыми людьми? Это карта энергии позитива, карта хороших новостей, карта каких-то идей, движения дальше. Это карта сексуальной энергии, новых сексуальных знакомств, бурная сексуальная жизнь. Поэтому, как вам, вот, взаимодействовать с людьми? Энергетически. Общайтесь с ними, придумайте какие-то идеи, идите дальше. Вот, может, для девушек, даже, знаете, быть такой секси, то есть, использовать свои женские чары тоже, я бы сказала. И у вас будет больше клиентов, больше подписчиков, если кому-то вот именно вот такого рода бизнес такой или работа. И переходим к двенадцатому дому. Прошу прощения. И здесь замечательный аркан, замечательнейший, старший аркан, императрица. Ну, можно говорить много о ней, но у вас здесь, в этом доме, в двенадцатом, это тайные враги возможны, больница, тюрьма, ну, такое что-то может быть, серьезные заболевания. Но этого, конечно же, по императрице быть не может. Ну, императрица – это карта материнства, карта беременности, карта рождения ребенка, карта роста, карта плодородия, карта развития бизнеса или чего-то там, карта любви, красоты, быть любимой и дарить любовь. Может быть, вы будете, кстати, заниматься красотой, внешний вид наводить, вот девочки, может быть, ну, может, и мальчики, это такое дело. Если кто-то не мог забеременеть, то он сможет забеременеть. Вы поняли, да? Вот опять-таки вот такое, может быть, долгожданная беременность. Используйтесь своей интуицией. Если кто-то мечтал переехать, эмигрировать, то есть возможность, да, вот, эмиграция в дальние страны. То есть развитие, удача на вашей стороне. Вот такой замечательный аркан. Это 12-й дом, замечательный аркан. И общая карта на весь год такая, тоже, кстати, интересная, королева жезлов. Королева жезлов, раки у нас вода, это дама вообще огня. Поэтому она говорит вам, раки, что нужно... Знаете, такой год будет много дел, много встреч, много задач. Вы будете, у вас будет энергия и энтузиазм. Тем более, вот и помогу еще. Вы сможете идти дальше. Для мужчин может означать встречу с дамой, очень харизматичной. Держитесь, мужчины, раки. Вот, может быть, рядом с вами, раки, будет такая дама рядом, которая вот энергичная, она может быть знака огня, красивая, лидер, способная, умеет действовать, умеет принимать решения. Вот такое еще может быть. Но вообще эта карта вот энергии. Идите вперед, не бойтесь, делайте, решайте. И все у вас получится. Дорогие мои раки, спасибо вам за лайки, за комментарии, за подписку, благодарю. Вот такой расклад получился 12 домов для наших раков. Поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Желаю от души счастья, здоровья, благополучия, мира и чтобы сбывалось только все самое хорошее. Благодарю вас. И до встречи на моем канале. Субтитры создавал DimaTorzok